Сегодня 26 годовщина Январской трагедии. Президент Иргам Алиев, его супруга Мегрибан Алиева, представители государства и правительства почтили на шаге для Риабаны память погибших за независимость нашей страны. 20 января 1990 года в Азербайджане было совершено невиданное по своей жестокости и кровавости преступление против мирного безоружного населения. Военные подразделения советской армии были брошены на людей, которые вышли на Бакинские улицы и площади со своими справедливыми требованиями и решительным протестом против агрессии Армении, предъявляющей к нашей стране территориальные претензии и ее покровителей, руководителей тогдашнего СССР. Расстрел мирного населения, поднявшегося на борьбу за национальную свободу, территориальную целостность своей страны, сотни безвинно погибших и раненых в результате масштабного террора еще раз продемонстрировали всему миру преступную сущность тоталитарного советского режима в преддверии его краха. Развязанный в этот день советской военной машиной кровавый теракт против азербайджанского народа вписан в мировую историю как одно из самых тяжких преступлений против человечности. Трагедия 20 января, повлекшая большие человеческие потери, убийство безвинных людей, ярко продемонстрировала непоколебимость и мужество нашего народа, его стремление к борьбе за свободу и независимость, нежелание и дальше терпеть предательскую политику преступного имперского руководства во главе с центральной властью. 20 января вошел в историю азербайджанского народа не только как день боли и скорби. 20 января – это день мужества и героизма. Этот день продемонстрировал величие народа, сумевшего мужественно противостоять силе империи, не побоявшегося заявить о своем праве на независимости свободу. Именно эти события наглядно продемонстрировали, что азербайджанский народ может побороться за восстановление попранных прав и суверенитета. К сожалению, тогдашнее руководство и СССР, и Азербайджана, будучи непосредственными организаторами и исполнителями этого преступления, естественно, не предприняли никаких мер по его раскрытию и привлечению преступников к ответственности, а наоборот делали все возможное, чтобы скрыть его. На следующий день после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев прибыл в азербайджанское представительство в Москве, чтобы разделить горе своего народа. Разоблачение великим лидером кровавой акции, совершенной имперским режимом в Азербайджане, стало моральной поддержкой и утешением для народа. Люди в те тяжелые дни почувствовали, что они не одиноки в своем горе. Проработавший долгие годы первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, первым заместителем председателя Совета министров СССР, являвшийся членом политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, впавший в немилость руководства Советского Союза и отправленный в отставку, в те страшные и горькие дни, невзирая на все лишения, вновь был вместе с народом, был солидарен с ним. Своим заявлением Гейдар Алиев, по сути, дал оценку процессам, происходившим в то время в Азербайджане. Вместе с привлечением внимания к однозначно несправедливому отношению руководства СССР к Азербайджану, великий лидер резко осудил советское правительство, назначившего на пост руководителя республики политически неграмотного человека с рабским мышлением, явившегося причиной появления глубокой пропасти между народом и властью. Эта пропасть служила в первую очередь интересам Центра и тем самым стала причиной возникновения дальнейших проблем, а если говорить конкретно, трагедии 20 января. Спустя некоторое время, 21 ноября 1990 года, под руководством и по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, Верховный Межгиз Нахчеванской Автономной Республики дал политико-правовую оценку этой трагедии. В этом историческом документе были названы «Виновные и ответственные, совершившие политическую и военную агрессию против азербайджанского народа». После краха СССР и восстановления государственной независимости Азербайджана, тогдашние руководители республики, занятые борьбой за власть, не предприняли никаких селенаправленных шагов по расследованию причин этого тяжкого преступления и приданию ему политико-правовой оценки установлению виновников трагедии. Лишь только после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной, события 20 января получили в 1994 году политико-правовую оценку и общественности были названы имена преступников. Как навсегда останутся в народной памяти шахиды, павшие за свободу Азербайджана, так государственной заботой окружены и члены их семей, родные и близкие. Социальная защита, пенсионное обеспечение людей, ставших инвалидами во время январских событий, всегда находится в центре внимания главы государства. Постоянно осуществляются масштабные мероприятия по социальной защите членов семей шахидов и инвалидов 20 января. В первую очередь была создана законодательная база по пенсионному обеспечению семей шахидов, улучшению их жилищных условий и повышению уровня жизни. Глава государства издал распоряжение и указы в этом направлении. Помимо этого, в республике построены новые оздоровительные центры для реабилитации инвалидов. Инвалидам и семьям шахидов, в том числе январских событий, вручены ключи от новых квартир. Гражданам из этой категории предоставляется и президентская стипендия. С каждым годом усиливается социальное обеспечение семей шахидов и инвалидов. Стремительный экономический рог страны сказывается на жизни и бытии этих людей. Президент Ильхам Алиев возложил венок к вечному огню. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прозвучал государственный гимн Азербайджанской республики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...